добрый вечер я уже третий раз участвую в 15 на 4 выступаю здесь и вот сегодня я так не сказать чтоб сильно внезапно решил наконец прочитать лекцию о том в чем я действительно специалист я решил рассказать о железобетоне вы знаете как специалист в этой области я часто испытывают такое легкое вот недопонимание недопонимание когда люди у меня спрашивают что железобетон а что там вообще можно изучать вот железобетон это что-то такое в их представлении простое прозаичное она со всех сторон и вот я собственно сегодняшнюю лекцию хочу посвятить тому что железобетон это на самом деле достаточно непростая вещь и почему она непростая я сейчас вам расскажу ну прежде всего нужно начать с того что железобетон это у нас не что-нибудь а многоуровневый композитный материал там существует макро уровень мезо уровень микро уровень и как все во всяком композитном материале там есть армирующие элементы там есть матрица в которую они помещены и в связи с этим собственно с матрицей я и хочу начать потому что история матрицы для железобетона это и есть самый сложный вопрос в его применение и создание ну собственно матрицей в железобетоне выступает какое-либо вяжущее вещество то есть вещество которое способно сначала пребывая в жидком состоянии потом переходить в твердое и при этом связывать какие-то инертные компоненты этого бетона в единое целое ну тут самое простое что можно придумать это глина глина это здесь особенности какие ее то что у глины очень мелкие частицы и при и за счет этого при замачивании ее водой и замешивание на поверхности этих частиц возникают очень сильные электростатические силы которые соответствии с размером части частиц они сильнее чем силы гравитации и связи с этим глина хорошо сцепляется как между собой как частицы между собой хорошо сцепляются так и хорошо она сцепляется с другими компонентами которые в состав этой смеси входят очень простая вещь на самом деле тут никакой химической реакции не идет но при этом достаточно интересные композитные материалы могут создаваться вот например мазанка это то что называется саман то есть смесь глины с соломой или с какими-то другими растительными останками и как мы видим уже из этого материала можно кое-что строить однако у глины есть один существенный недостаток она достаточно не водостойкая и со временем происходит деформация той в обществе вовсе разрушается конструкция из такого материала ну что например вот немножко даже поэтому зданию видно что у него такие немножко как скошенные стены это за счет того что глина просто даже за счет того что она впитывает атмосферную влагу она немного как бы деформируется просто просто под своим весом поэтому еще в далекой древности люди начали искать вяжущие вещества которые будут более водостойкими ну и первой остановкой на этом пути было использование таких вещь вяжущих веществ как извести гипс тут совсем простой принцип действует берется какая-либо природная горная порода либо природный из природный гипс либо известняк он обжигается то есть из него кое-что удаляется в случай гипса это углекислый газ в случае нет в случае извести углекислый газ случае гипс это вода удаляется из него в результате этого вещество как бы на запасает себе энергию и потом когда при Когда оно соединяется с водой, оно высвобождает энергию, и за счет этой энергии образуются новые химические связи, образуется новая кристаллическая структура. И таким образом можно не только использовать это вещество для того, чтобы сцеплять, например, какие-то камни-вкладки, но и получать цельные изделия, как это декоративное изделие из гипса. Ну, что касается недостатка этих веществ, то они такие, прежде всего, не столько даже их достаточно невысокая по сегодняшним представлениям прочность, сколько то, что они все-таки не водостойкие. Хоть немного прочнее, чем просто глина, которая сама по себе размокает, но все равно, вот посмотрите, это хорошо можно посмотреть, например, на старинных замках, на различных соборах и тому подобное. Там кажется, что камни никак не соединены между собой в кладке. Но на самом деле это обманчивое впечатление, на самом деле когда-то там раствор был, но это был не цементный раствор, а вот известковый раствор, как вот, например, вот в этой кладке. И этот раствор со временем просто вымылся оттуда. Ну, поэтому люди начали активно искать какие-то замены этим веществам, и дальше они изобрели гидравлическую известь. Для этого они использовали такую природную породу, как мергель. Мергель – это природное соединение известняка с глиной, там кроме карбонатов еще алюминаты находятся. И благодаря этому в результате его обжига получается вещество, известное как гидравлическая известь. И, собственно, эта гидравлическая известь, она является после затвердевания водостойкой. И, в частности, это позволило, например, построить вот такой замечательный маяк. Здесь он показан стоящим на суше, однако это уже в сегодняшние дни. В свое время, в XVIII веке, он был построен буквально на скале, которая торчала посреди океана, и волны перехлестывали через нее. Понятное дело, что из какого-либо из предыдущих вяжущих веществ получить там ничего стойкого было нельзя, но за счет применения гидравлической извести был построен маяк, который простоял больше столетия. И пришлось его заменить не потому, что сам он разрушился в условиях, когда его постоянно бьют волны. Треснула скала под ним, а сам он бы еще и дальше продолжал служить. Но людям и гидравлической извести было мало, и следующей остановкой был роман-цемент. Это, в принципе, тот же самый Мергель, только соединенный с другими, только немного с добавлением некоторых других веществ, так называемой пуцеланы. В свое время его успели изобрести римляне, что вот хорошо видно, их постройки как раз держатся за счет роман-цемента и того, что называется римским бетоном. Но затем этот секрет был на долгое время утерян, и потом его только англичане заново изобрели. Тут происходят гораздо более интенсивные реакции, и за счет этого значительно повышается прочность данного бетона до тех показателей, при которых уже можно строить вот такие вот достаточно сложные сооружения. Однако на сегодняшний день весь наш бетон, который мы, собственно, и называем бетоном, он не на всех этих замечательных вяжущих базируется. Сейчас он базируется на таком хорошем вяжущем, как портлан-цемент. Что в этом вяжущем такое особенное, что мы уже практически 200 лет так или иначе используем именно его? Ключ ко всему это то, что здесь используется неприродная смесь глины и известняка Мергель. Здесь, собственно, глина и известняк берутся отдельно и смешиваются, совместно молятся в нужной пропорции, в тщательно устанавливанной. После того, как произошел помол, они обжигаются, получается так называемый клинкер. К этому клинкеру добавляется гипс, опять-таки совместный помол происходит, и на выходе мы получаем всем нам известный порошок, который, собственно, и называется портлан-цементом. Ну и, собственно, именно это вяжущая и позволила получать уже современный бетон, по большому счету. Дело в том, что, получив вяжущая, это далеко не конец нашей такой небольшой головоломки, которая составляет бетон. Вот, посмотрите, мы берем этот цемент, смешиваем его с водой, но сам по себе цементный камень достаточно непрочный. Сам по себе он достаточно непрочный, и поэтому для того, чтобы он был более прочным, нужно добавить в него, например, песок. Добавление песка позволяет значительно повысить его прочность за счет того, что песчинки формируют достаточно прочный скелет внутри такой смеси. Но при этом вот этот раствор, который мы, собственно, и называем строительным раствором, он сохраняет достаточно большую подвижность в то время, пока цемент не схватился еще. И благодаря этому его можно использовать не только для того, чтобы устраивать кладку, ну и, например, залить из него пол. Однако, если мы попробуем изготовить из такого раствора, например, стену, то мы заметим, что прочность ее получится недостаточная. Чтобы получить действительно прочный бетон, в него нужно добавить еще и щебень. Щебень – это обычно обломки каких-либо горных пород изверженных, достаточно прочный, гранит, базальт и тому подобное используется для этого. Он, опять же, добавляется в бетон таким образом, чтобы обеспечить заданную подвижность на этапе, когда он представляет из себя бетонную смесь. Но в итоге из него уже можно получить вот, например, такую стену замечательную. Стена – это, конечно, хорошо. Однако, если вот мы попытаемся получить из просто бетона перекрытие, то мы с удивлением обнаружим, что для того, чтобы это перекрытие не ломалось просто под собственным весом, оно должно быть очень и очень толстым. Причина вот здесь видна, когда вот перекрытие работает на изгиб, то в этом случае в нижней, то, что в верхней части наблюдается сжатие, ничего страшного. Бетон, как все каменные материалы, очень хорошо работает на сжатие. Однако его прочность на растяжение в 10 раз меньше, чем прочность на сжатие. И поэтому внизу, где возникает зона растяжения, чаще всего и появляются какие-либо трещины. И поэтому было найдено следующее решение – железобетон. Собственно, тот материал, из которого все строится. Чем эта картинка, это изделие, в данном случае это двухконсольная колонна, оно отличается от того, что мы видели до этого. Вот эти самые замечательные стержни. Это стальная арматура. Стальная арматура. Сталь – это материал, который как раз на растяжение очень хорошо работает. Единственное, вообще сталь была бы лучше бетона, если бы не одно «но». Она значительно его дороже. Поэтому принято было такое компромиссное решение, как добавление стальных элементов, собственно, армирование бетона в те места, где необходимо обеспечить его упрочнение в зонах растяжения. Ну, собственно, характерный вид арматуры – это вот такие вот стержни с такими вот бороздками. Это профильная арматура стержневая. Что тут можно сказать еще по поводу арматуры? Почему, собственно, стальная арматура используется в железобетоне? Потому что сталь с бетоном хорошо сцепляется. Вот эти вот канавки предназначены для того, чтобы еще больше это сцепление повысить. И еще хорошо в том, что используется именно стальная арматура, то, что у стали и у бетона приблизительно одинаковые коэффициенты температурного растяжения. И поэтому у нас, если мы во время различных перепадов температуры, когда то жарко становится, то холодно, мы можем не бояться того, что в какой-то момент бетон отслоится от арматуры. Ну и, собственно, широкая возможность соединения бетона с арматурой позволяет получать вот такие вот многочисленные изделия, которые как в виде блоков достаточно простых используются, так вот такие вот есть перемычки и даже кольца из железобетона. Но если мы говорим о железобетоне, то мы не можем не вспомнить еще один фокус, без которого современный железобетон не мог бы предоставить строителям все эти возможности, которые он для них предоставляет. Это так называемое предварительное напряжение арматуры. Вот посмотрите, сам по себе у нас бетон очень не любит растягиваться. Так давайте не просто его проармируем, а сделаем так, чтобы в нем уже существовали напряжения, которые бы его сжимали в той зоне, в которой он будет растягиваться, чтобы эти напряжения компенсировали то растяжение, которое он будет получать во время своей работы. Ну и собственно, что можно использовать для этой цели, кроме как и арматуру? Ее предварительно натягивают перед тем, как будут формовать изделия, формуют на этой растянутой арматуре изделие, после того, как изделие затвердевает, арматуру отпускают или обрезают, и она достаточно плавно обжимает бетон, создавая в нем те самые напряжения. Ну и таким образом, что мы можем сказать вообще про железобетон? Железобетон – это такая технологическая головоломка, где мы долго работаем над каждым компонентом, внимательно их соединяем, и в зависимости от того, как мы их правильно или неправильно соединили, мы можем получить либо все, либо ничего. Ну и собственно, чем занимаются технологи в области бетоноведения? Они вот как раз изучают все более новые и новые способы соединить все эти компоненты правильным образом, и может быть что-то из них даже больше выжать, чтобы мы могли строить гораздо более интересные, гораздо более грандиозные здания и сооружения. Спасибо за внимание. Спасибо за лекцию. А скажите, насколько широко используется вот предварительно напряженный железобетон в строительстве? В строительстве? Ну вот у нас практически все плиты перекрытия пустотные. Это очень важное изделие, которое используется везде, где нужно создавать перекрытия у нас. Это очень часто используется. Вот они все у нас преднапряженные. Также преднапряженный железобетон используется в большом количестве различных балок, например. Существуют фермы железобетонные с преднапряжением, и даже есть некоторые мосты достаточно большие. Они строились не из сборного железобетона, а, собственно, непосредственно на месте происходило бетонирование. Но уже непосредственно на месте те тросы, на которых висят эти мосты, по своей сути, там сначала натягивались стальные тросы, и на них уже производилось бетонирование, неспосредственно на месте. Вот эти тросы были предварительно натянуты. Так что достаточно активно. Единственное, что его далеко не везде можно применить. Спасибо за лекцию. Возможно, я пропустил, но были какие-нибудь первые постройки из железобетона? Первые постройки из железобетона? Первое железобетонное здание, мы можем даже сказать, что оно было построено в 1854 году во Франции. И вот с тех пор, ну, сначала его достаточно ограниченно использовали, железобетон, но постепенно все больше и больше. Что касается каких-либо предтеч именно железобетона, именно там, где какая-то сталь в качестве армирующих элементов, то эксперименты в этой области шли всю первую половину XIX века. Но это были отдельные какие-то небольшие прутки, такие с полметра длиной, которые просто укладывались вот туда, где укладывался этот бетон, вначале даже не на портланцементе, а, например, на гидравлическое извести, на романцементе, которые в это время использовались. А самое крупное здание железобетона? Ну, зависит от того, что вы понимаете под понятием крупное. Самое высокое здание – это Бурж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, 800, сколько там, 850, кажется, метров высотой. Однако вот есть, например, у нас мосты, которые тоже из железобетона построены, которые до двух километров длиной. Ну, нет, это даже один пролет, два километра. Там есть мосты, которые 19 километров длиной. Вот это, наверное, самые крупные железобетонные конструкции в мире. Спасибо за лекцию. Железобетон – интереснейшая штука. Какие на сегодняшний день перспективы? Что у нас по новым матрицам? Что насчет углеродных нанотрубок и прочих штук? Ну, углеродные нанотрубки и прочие штуки – это отдельная лекция. Что касается непосредственно вот этой технологии, что в ней можно добавить и заменить? Ну, собственно, вот в этой основной части головоломки сразу можно обратить внимание на арматуру. Это самое, ну, трудно сказать, что дороже в бетоне – это цемент или стальная арматура, потому что и то, и другое, на них, наверное, процентов 80-90 всей стоимости бетона приходится. Однако вот портландцемент пока что заменить капитально вообще нечем. Вот с арматурой есть идеи. Есть идея заменить вот стальную арматуру на базальтовую. Базальт – это камень, который можно расплавить и отлить из него форму. Ну, и вот, собственно, эта арматура базальтовая, она была бы не уступ... Предполагается, что она не уступает по прочности стальной, и при этом она дешевле ее с целью удешевления. Но тут какие есть моменты. Ну, вроде как ее коэффициент температурного расширения более-менее похож на бетоны, на сталь. Другое дело, что у нее гораздо более гладкая поверхность, чем у стали. И поэтому сцепление бетона с ней вызывает некоторые вопросы, скажем так. Но у нас это... Образцы такой арматуры я держал в руках. Спасибо за лекцию. Мне интересно, кто вообще придумал железобетон? Ну, там, немцы, не знаю, французы, англиицы. Кто вообще его придумал? Собственно, тут такой сложный вопрос. Что первоначально... Вот в свое время очень много, собственно, сбит... Собственно, то, что называется роман, цемент и гидравлическая известь, и вообще первый бетон, как смесь инертных компонентов с вяжущим веществом, придумали римляне еще. Но потом это все забылось на некоторое время, и потом очень много с железобетоном... Сначала не с железобетоном, сначала просто с вяжущими веществами экспериментировали, англичали, не очень много. И, собственно, почему это так было? Потому что Англия морская держава, вокруг нее идет интенсивное мореходство, и вокруг нее же большое количество рифов. Англия нуждалась в маяках, но маяки строить на рифах, имея только материалы, которые размягчаются от действия воды, просто невозможно. И они, собственно, в этом, скажем так, первоначально портлан-цемент именно для маякова был разработан. Но в какой-то момент инициативу англичан перехватили французы. И, собственно, изобретателями железобетона в разных источниках называются два француза. Традиционно рассказывается история о Жорже Манье, которому были нужны катки для выращивания апельсинов или просто деревьев и чего-то там. И он обмазал цементом стальную клеть и получил вот эту самую катку. И это считается началом железобетона традиционно. Однако, насколько я это для себя установил, эта история, скорее всего, придумана самим Жоржем Манье, потому что еще за десяток лет до него здания из железобетона строились. Но, опять же, это был другой француз. Это уже, как сказать, вот то первое здание, которое я говорил, в 1853 году построено. Был такой Франсуа Кайне или Куагне, как-то так его фамилия звучит. Так вот, он, собственно, много... Он был владельцем заводов по производству портланцемента. И вот он, собственно, много с этим экспериментировал, и он получил первые железобетонные конструкции. И, собственно, с этим какой момент связан? Практически во всей Европе у нас бетон называется словом бетон. Оно происходит из французского языка. Однако, англичане используют слово конкрет. Практически единственное. Так сказать, выразили свое несогласие с тем, что французы у них в свое время эстафету в этом моменте перехватили. Да? Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, у меня практически такой вопрос. Вы сказали, к клинкеру добавляем известь или... Гипс добавляется. Да, и получаем цемент. Но, насколько я знаю, там куча разных марок цемента. И когда я покупаю, я смотрю, там ПЦ, ШПШ. Как мне его выбрать? Там же еще шлак добавляют, еще что-то. Какой мне цемент нужно покупать? Еще. И когда делаем бетон, там добавляем песок какой-нибудь. Когда добавляют горный, когда мытый. Ну, это все такие практические вопросы мне интересные. Вот. И правильно ли я понимаю? Еще третий вопрос, извините, я сразу хочу все задать. Мы не можем бетонную плиту перекрытия сделать, используя стекловолоконную арматуру, потому что мы ее не можем натянуть. Правильно? Ну, вы знаете, каждый из ваших вопросов на отдельную лекцию тянет. Так, что там было первое? Сейчас. А, тип цемента. Ну, вообще, как бы, тут, да, тут отдельная лекция. Если совсем коротко, то покупаете для своих каких-то бытовых нужд то, что написано ПЦ-400 просто, можете смело покупать и ШПЦ. Какие, собственно, разницы между портлан-цементом и ШПЦ, то, что называется шлака портлан-цементом? Портлан-цемент – это то, что получается вот чисто по вот этой вот технологии, которая была показана, вот по этой технологии, получается чистый портлан-цемент. Однако тут такой момент, что по минеральному своему составу металлургические шлаки, они очень похожи на вот то, что получается вот здесь вот на стадии клинкера. Там те же самые минералы, которые потом гидротируют и могут образовывать конструкцию. Собственно, сами шлаки, если измельчить и затворить их водой, они и сами могут служить вяжущим, правда, значительно хуже, чем вот, собственно, портлан-цемент. Что касается ШПЦ, шлака портлан-цемента, то тут это делается ради экономии. Там просто часть, просто к вот этому вот веществу добавляется еще часть шлака. Ну и там уже технологи немного шаманят и делают так, чтобы более-менее прочность соответствовала. Собственно, что означает цифра 400 или 500 на марке цемента, это вот прочность стандартных образцов, которые изготавливаются для определения прочности этого самого цемента. Там прочность определяется не чистого цементного камня, а смешанного с песком. Что касается добавления песка в бетон и вообще добавления каких-либо инертных материалов в него, то тут все зависит от того, для чего вы этот бетон хотите использовать и что вы из него хотите получить. Ну вообще, если вы добавляете в бетонную смесь песок, то, скорее всего, вы хотите снизить ее подвижность. Вы хотите связать часть воды, которая в ней содержится, и получить что-то менее подвижное, например. И что там третье было? Все, хватит, хватит. А, стекловолокно. Ну, в принципе, с натяжением стеклонити или стекловолокна никаких особых проблем нет. Может, ее не до такой степени можно натянуть, как сталь, но там другая проблема со стеклонитью, стекловолокном. Оно практически не сцепляется с цементным камнем. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, что железобетон – это суперклассная штука, вот из нее можно делать суперклассные стоки и здания. Почему вот у нас в Харькове некоторые здания, которые были построены там еще в XIX веке, выглядят довольно хорошо, а «Газпром» – первое здание из стекла и бетона, построенное там в 26-28 году XX века, выглядит, ну, мягко говоря, отвратительно. Вот. Почему так происходит? Ну, тут очень много вопросов, почему то или иное. Главное здесь то, что о многих из тех зданиях, которые построены в XIX веке, о них все-таки, во-первых, заботились. Во-вторых, тут у нас, тут будет еще сегодня рассказываться про ошибку выжившего. Тут такой момент, что чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем больше эта самая ошибка чувствуется. Собственно, в чем она здесь проявляется? В том, что мы видим те здания, которые были построены очень качественные и не просто хорошо построены, а самые лучшие какие были построены. А все остальные успели уже просто развалиться. Это первое. Ну, и во-вторых, все-таки, ну, тут очень много факторов. Опять же, в каких условиях это здание стояло? Как о нем заботились? То есть, опять же, если там у нас кирпичное здание, например, то сравнивая его с железобетонным, то можно какие-то недостатки его не заметить. Опять же, за счет того, что вообще керамический кирпич – это очень стойкий материал, гораздо более стойкий, чем бетон. Но какой у него минус, из него нельзя просто взять и быстренько отформовать стену какую-то. Его нужно… там должен работать опытный каменщик, устраивать перевязку швов и тому подобное. Как бы этим тоже может объясняться. Очень многими факторами это может объясняться. А есть здания, которые, ну, опять же, из бетона сделаны, но стоят при этом уже долго и не особо по ним что-то видно. Как повезло. Сейчас последний вопрос, коротко на него ответить. Спасибо за лекцию. Аня, там дело в том, что просто «Газпром» – советское здание, и все. Нет, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, современные бетонные дороги стоят примерно в 2-3 раза дешевле, чем асфальтные дороги. И вот во всем мире, в Европе, в США, это быстрая, дешевая технология сделать качественное дорожное покрытие, как и просто бетонное, так и бетонное с покрытием асфальта, там, 2-3 сантиметра. Расскажите, в чем причина того, что в Украине это не используется, ну, кроме конспирологических теорий, теорий заговора политиков. И какие вообще есть плюсы и минусы у дорожного покрытия, сделанного из бетона? Ну, тут… Асфальт, я в отдельной лекции. Это дело совсем отдельной лекции. Тут какой момент, сам по себе асфальт, если точнее говорить асфальтобетон, асфальтобетон – это тоже по-своему разновидность бетона. Разница с вот этим вот бетоном в том заключается, что там в качестве вяжущего используется битум. Это органическое вяжущее, оно само по себе еще дороже, чем вот цемент. Однако, какой у битума плюс по сравнению с бетоном? Это то, что он способен деформироваться, и поэтому достаточно даже тонкий слой асфальтобетона способен гораздо дольше сохранять целостность свою во времени, чем соответствующий слой по толщине бетона простого. Вот те дороги, которые сейчас во множестве строятся из бетона, они строятся по очень такой достаточно затратной технологии. У нас не любят затрачиваться на что-то, что будет служить нам следующие несколько десятилетий или столетий. И в основном этим объясняется то, что у нас это не строится. Но опять же, там, где строится не просто из бетонных плит чего-то положенного на землю, а там, где строятся действительно современные бетонные дороги, там толщина бетона измеряется не просто сантиметрами, а десятками сантиметров. Вот такой общий ответ на этот вопрос. Скажем спасибо Александру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!